МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Переговоры с компанией, осуществляющей пассажирские перевозки по маршруту Ангарск-Иркутск, провело руководство местного министерства транспорта и дорожного хозяйства. По итогам стало известно, что стоимость проезда с 24 апреля составит 130 рублей. Цена на бронь поднимать не будут. Напомним, ранее транспортники заявили, что повышают стоимость проезда до 150 целковых. Эта новость вызвала возмущение пассажиров. Многие из них пользуются маршрутом два раза в день. Областные чиновники направили перевозчику письмо с рекомендацией не допускать резкого повышения цены на билет. Очередную победу в суде одержали жители 29-го микрорайона. Напомним, в ноябре прошлого года был удовлетворен их иск об отмене межевания участка перед домом номер 26, который ранее провели в администрации города. Но в мэрии с таким решением не согласились. Этот двор прославился не только в Ангарске. Вместо сосен здесь хотели возвести многоэтажку, но жители 26-го дома категорически с этим не согласились. И это несмотря на то, что подрядчик компании «Стройкомплекс», казалось бы, получила все необходимые для этого документы. Однако люди обратились в суд, в котором сумели доказать. Когда шло заселение в квартиры, их уверяли, что деревья под окнами останутся нетронутыми. В течение времени жильцы выиграли все суды, но чиновники и подрядчики никак не могли успокоиться. Администрация города и компания «Стройкомплекс» подали апелляционную жалобу. Вчера, 20 апреля, состоялось заседание по апелляционной жалобе, и решение Ангарского суда осталось без изменения. Также на суде присутствовал представитель областной прокуратуры, который также поддержал решение Ангарского суда в полном объеме. Окончательная точка в деле еще не поставлена, но переломный момент у нас уже случился. Участок мы вернули в прежний объем, то есть тот, который нам выделялся для наших многоквартирных домов. Теперь жители 26-го дома ждут, когда «Стройкомплекс» уберет свой забор, который портит весь вид. В противном случае за помощью будут обращаться в прокуратуру. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360, Ангарск. Временный запрет на вылов нескольких видов рыбы вступает в силу с 25 апреля. До 25 июня нельзя ловить хариуса, ленка и тайменя, а с 1 мая по 15 июня – щуку на Братском, Иркутском и Усть-Улимском водохранилищах и впадающих в них реках. Отметим, в Байкале это делать можно. Запрет связан в первую очередь с тем, что в этот период проходит нерест этих видов водных биоресурсов. Другие виды разрешено ловить с берега на удочку с двумя крючками, кроме краснокнижных. В основном 20 кг в сутки на человека. Ущерб водным биоресурсам подлежит возмещению. Например, байкальский омуль стоит 3640 рублей. Щука-хариус-илинок – 925 рублей за хвост. Если в период нереста поток-эффициент на 100% дороже. Призером регионального этапа конкурса на звание лучшего экспортера в номинации «Прорыв года» стала ангарская компания импортозамещения. Наши журналисты выяснили, чем она сумела удивить строгая жюри. Николай Солодков показывает созданные на его предприятии мангалы не просто очень удобные в хранении, они чрезвычайно прочные. Например, этот спокойно выдерживает вес взрослого человека. И такие изделия – лишь малая частица того, что выпускает импортозамещение. Отметим, название появилось уже давно, когда об этом в верхах только начинали говорить. Одним из видов нашей деятельности является создание тюнинга на снегоходы. То есть вот для американских и канадских снегоходов мы производим запчасти и разворачиваем вот этот вот поток экспортный, отправляем наши детали за границу вместо того, чтобы приобретать их за рубежом. На предприятии установлено самое современное оборудование. В частности, далеко не каждая компания может похвастаться станком лазерной резки по раскройке листового материала. Есть фрезеры и дорновый трубогиб с ЧПУ, на котором можно серийно производить продукцию. Импортозамещение выпускает практически любые заготовки для мебели и техники – до двухсот наименований. Мы отправляем нашу продукцию, которая целиком и полностью здесь создана на базе нашего предприятия, за границу в Европу. Швеция, Финляндия, Норвегия, Казахстан, Канада, Америка – это те страны, куда мы отправляем нашу продукцию. Такая работа не осталась незамеченной. На региональном этапе конкурса название «Лучший экспортер», в котором приняло участие более полусотни организаций, импортозамещению присудили призовое место в номинации «Прорыв года». Господа предприниматели, приглашаю к сотрудничеству. Давайте поднимать экономику краю вместе. Альберт Идомнин, Алексей Резник, новости 360, Ангарск. Ангарский отдел ГИБДД приглашает молодых людей на работу на должность инспектора ДПС. Кандидат должен быть не старше 35 лет, физически крепкий, выносливый, имеющий высшее либо среднее людическое образование, отслуживший в вооруженных силах страны. Сотрудникам МВД предоставляются льготы, стабильная заработная плата, ежегодный бесплатный проезд к месту отдыха. Справки по телефону в Ангарске 692-760, либо по адресу 252-й квартал, строение 40, кабинет 306. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Сеть магазинов «Центромаркет». Автошины, аккумуляторы, автомасла и техжидкости. Огромный ассортимент. Велосипеды и самокаты для всей семьи. Собчасти. «Центромаркет» в 120-м квартале, в 17-м микрорайоне и в «Автомире». МРТ-диагностика с современными и точными аппаратами в Центре МРТ-лидер. Специалисты МРТ-лидер проводят высокотехнологичные исследования. Ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. Диагностика без очередей в удобное для посетителя время. Диагностический центр «МРТ-лидер». 277-й квартал, дом 22. Задай жару в охотничьем домике. Круглосуточный комплекс семейных бань. Русская баня на дровах с соляными блоками, пихтовыми, дубовыми и березовыми вениками. Финская парная и бассейн с регулируемой температурой. Зона отдыха и барбекю. Комплекс семейных бань «Охотничий домик». Хороший отдых с пользой для здоровья. Уважаемые ангарчане, Музей Победы приглашает вас с 20 по 24 апреля на выставку комнатных растений «Цветы в доме». Часы работы выставки с 10 до 18.00. Справки по телефону 551948. Требуются машинисты-экскаватора и машинисты КТУ. Вахта в городе Уссолье-Сибирское. Телефон 8-913-150-1567. 29 апреля 18.30 школа номер 37 имени Героя Российской Федерации Аркадия Королькова приглашает выпускников девятых классов и их родителей на презентацию профильных МВД класса и класса Росгвардии. Справки по телефону 581618. 581618. Состоялось заседание окружной комиссии по делам несовершеннолетних. Одним из ключевых вопросов повестки стало выступление руководителя региональной общественной организации в защиту права Ангелины Поповой. О чем шла речь, знает Ксения Высоцкая. Впереди майские праздники, а после трехмесячные летние каникулы детская безопасность в период отдыха – особенно актуальная тема. В Ангарске уже не первый год проходит тематический конкурс детства безопасности. Так представители силовых структур привлекают внимание детей и взрослых к жизненной безопасности. Задачи нововведения разбирали на заседании окружной комиссии по делам несовершеннолетних. Данная работа очень сильно заинтересовывала всех детей, всех поколений. Заинтересовывала также повышение активности педагогического состава образовательных организаций города Ангарска. В данном случае, конечно же, огромную роль имеет как заинтересовать детей к данному конкурсу, так и заинтересовать детей к любви к родине, к любви к нашему отчизне. Соответственно, профилактическая работа по недопущению правонарушений со стороны подростков. То есть, в целом ведется комплексная работа с детьми. На заседании определили сроки подачи заявлений на участие и подведение итогов. Первое можно сделать до 15 июня. В течение 10 дней определят победителей. Детям и взрослым предлагают нарисовать, сделать поделку или снять видеоролик, пропагандирующий правила безопасности в летний период. В этом году ведомства решили сделать акцент на интернет безопасности. Сейчас сеть – это такое пространство, где наша молодежь проводит достаточно много времени. И это как хорошо, так и плохо. И даже может быть опасно. Поэтому к информации, которая находится в сети, нужно относиться дозированно, знать правила безопасности, которые зачастую меняются с веянием времени. Этот год нам показал, что достаточно много фейков. Фейковая информация, к ней, к сожалению, многие относятся как к правдивой, доверяют этой информации, в связи с чем попадают в определенные эмоциональные состояния, верят тому, чего не существует на самом деле. Это очень важно. Кроме того, очень много мошенничества в сети. И молодые люди часто попадают тоже в неприятные ситуации. Ну и взрослые люди, соответственно, тоже. Победители конкурса смогут побывать на экскурсии в структурах, которые отвечают за безопасность ингарчан. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск. Планируют закрыть ангарскую воспитательную колонию. Об этом заявила уполномоченная по правам человеков при Байкалье Светлана Семенова. Напомним, начиная с 1966 года, в АВК направляли подростков, совершивших преступления из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края. После закрытия колонии осужденных несовершеннолетних будут отправлять в Канск. Как отметила Светлана Семенова, в Приангарье сейчас недостаточно исправительных центров, альтернативных, более гуманных способов отбывания наказания. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Погода на канале Ангара Медиа. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 22 апреля пасмурно. В обед температура воздуха составит 8 градусов выше нуля. В темное время плюс 1. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 707 миллиметров ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода. Днем до 5 градусов выше нуля. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 2. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – автосервис «Докавто». Компания «Докавто» – это полный спектр ремонтных услуг. Стенд сход развала «Хантер», восстановление подвески и шиномонтаж. Гарантии на все виды работ. Автосервис «Докавто». 254-й квартал, дом 1, строение 1. Телефон 608-003. Жмет, давит, натирает, совсем стерлась или просто не по сезону. Значит, пора переобуваться. Автошины в наличии. Балансировка, развал схождения. Нужен качественный шиномонтаж? Тогда в «Докавто». А теперь о погоде в Ангарске. В пятницу пасмурно, днем 14 градусов выше нуля, ночью плюс один. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 711 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале «Ангара-Медиа». А я желаю вам отличного настроения в любую погоду.